Это мне тоже единственное предназначение, которое мне понравилось. Да. Да. Правда. Вот оно, смотри, оно такое плоское. Да, да. Вот нет вот этого. Я же сказала, что-то... Вот нет вот этого. Что-то я такое не люблю, как оно. Да, это ведика такой. А это непоганый плоский. Знаешь, я тебе тоже плоский куплял. Да, да, хороший. Хотя и спокойный золото, но это непоганый. Будешь, сынок, столько будет в тебе держаться, мама столько лет будет жить. Так что бережи, как заметься око. Все, поэтому я цель поставила. Новая машина и новое украшение. Если еще попались бы, у меня грошики были. Я вообще тебе красивую футболочку купила на лето. Такую симпатичную дорогу. Дорогу хорошую. Хай будет одна, но хорошая. 20 сантиметров. Ну, правильно. Сейчас, сынок, покажем. И сколько он стоит? 26,700, да? 27,600. А взяла 26,700. Осталась у монастих тысяча. Что я держала? 800,000. 20. 26,700. Да. Вот это стоит. И что, сама трошки скинула, да? Чи 200? Ну, было 28, 27. Трошки. Трошки купила. О, меньше размер. И эти я не буду падать. Вот такие вот. И тоже, я думала, мало. А они 30. А Леся с тобой ходила и туда, и сюда. 180, да? Леся с тобой и туда, и сюда ходила, да? Так что, все нормально. Не переживайте. И сытники уехали не за то, что Анаконда переезжает у Коломи. То я их погрызу. Во-первых, я за ними и в Дніпре. Если вы помните, нормальным людям отвечаю. Яки нам вірять. Яки его любимые. И он их любит. И они... Сколько ездил, Санвел, я была в Дніпре. Я месяца три перед приездом сюда не ездила. И не хотела. Кажу, Санвел, что ты каждый раз ездишь? Ну, Коля еда, это его родители. А то Коля тебе сказал, раз прийду в машину. А я хочу туда. Я вчера видео дивился, Коля показывает, как они садили. Ну да, интересно. Я уже хочу. Чего не бассейн не ставлю? Хай бы ставили бассейн. Боятся, что люди скажут, что бассейн, война иди в бассейн. Да, ну ради Бога. Ну так что теперь? Люди кондиционерами пользуются, чтобы жарко не было. Это бассейн. Хай во двори окунуться, ополоснуться. Не купаться теперь, что война иди, что что? Красиво, да? Красиво. Ну я спокойно. От мамки память. Собрала, собирала. Доллары отдала. А я тебе скажу... Заранее дарить нельзя? Нельзя, я не собираюсь. Я за столом подарю. Вот так. Я за столом подарю. Будем сидеть, я скажу, сынок, но сына здоровье. Еще. Вот. Красиво. Агат называется. Агат. А, это камень есть, агат, да? По-моему, есть камень, агат, да? Магазины же так и называются. Кристалл, Рубин, Агат. Як все? Вот эти мазины. Там у нас сукар золота называется. А, ну... А это как назывался? Агат? Агат, наверное. Агат так называется в магазине. Да. Там хорошие, интересные такие модели, да? Интересные. Небогато, не такого, как в Днепр зайдешь. 150 это, не знаешь, что выбрать. А тут вот интересно, небогато, но хорошие модели. Да, ну хорошие выборы, да. Модели хорошие. Мы за Леси тоже были там, где центр, как она называется самая. Я ж не знаю. Поедем. Ну, вы тоже так скажете. Эпіцентр, че як? Да? Не торговый центр. У центр, да. Туда в центр поехали. И заходишь туда, в середки. Там через лесницы ходили. Все заходишь. Торговый комплекс. Да, да. И мы зайшли туда. Вона нам рассказала все. Приходьте, будь ласка. Кажу, добре. Мы узнали. Сейчас уже, по-моему, 2100 стоят грамма золота. А колись было 8-10, 9. Тетя Валя, помнишь, на заводе в роздевалке? Печатку нашла на 10 грамм. Печатку 9 грамм. А, она казала. 9 грамм. И отдала масцер. А мужик пришел, тихо шукает. А вона каже, что ты шукаешь? Кольцо, каже, роздевался, трошки великовато упал. Она каже, отдала. Другая, Бося, сховала и все. И сестра отдала. Вот так. Тетя Валя, она, мне кажется, такая совестная была. Да. И я отдала тоже. Я нашла цепочку. Там, где мы КТ проходили. Цепочка. Без крестика, без ничего. Женщина передо мной делала КТ. Шука, шука. А когда это было? А я в Дипре, как я была. Да? Да. И шука, шука, нема. Я на КТ тоже была. Немає ничего. А потом я нашла вона. Ой, женщина, спасибо. На русском. Ой, женщина, спасибо большое. У нас больше на российском, а тут на украинском. Так, Надюхе скажу, платочки нет. Она сказала, у меня мужские есть. Скажу, вызывай, у меня не стыдная женщина. У меня нормально платка нет. Вот это хоть качество. А кто сейчас пользуется платочками? Сам, ну, есть эти, салфетки есть. Ну, если, когда надо высекаться, тоже можно... Так, а зачем? Ну, есть же салфетки. Вытерла салфетка. Ну, еще есть у меня салфеток. Это уже прошлый век. Ничего, хай будет. Хай будет прошлый век. Нехай. Что-то здесь вытерти тоже. Хороший, красивый. Я люблю цей колер. У нас с тобой платочек, мне кажется, это рассадник бактерий, мусора и грязи. Да, прямо. Я сама. Рассадник, если этим пользуются многие. А если я одна, я прийду, після себе посираю. Если есть возможность, лень нема прогладила. И красивый, и все. Хай будет. Я хотела. Надя заказывала. Она говорит, Таня, здесь мужские есть. Скажу, вызывай мне больше. Потому что стыдно, говорю, платочка. Вот у меня, дивися. Дивися, сколько. Так, это желтый. Это желтый мы не будем делать. Как надо будет. Понял? Там все нарисовано. Я уже забыл, как Олеся сказала. Ты забыл? Я только покажу. Ну, сама я не сделаю. Не то, что больно не сделаю собі. Олеся говорит, что я не могу собі. Кто-то налепляет, а тогда разлепляет. И кремом, там и крем упаковка. Бачишь? Вот это они. Вот это тут. О, это они есть. Все подожди. Да, это оно есть. В руке грязь. Да, это оно. Нет. Ну, как нет, так это оно. Ось оно. Ну, это оно, их много. А то дают. Ось оно. Вот. Ну, это же оно самое. Добавка. Какая добавка? Это та самая. Ну, сказали 4 штуки. 20 плюс 4. Бачишь? Их много. Ось. Ну, это 20 штук. И 4 так дают добавку. А оно 130 гривен. Ты не думаешь, чепуха. Отак сразу его, она же показала. Так у руках. Тепленько. Тоди розкриваешь. Отак оно. Оно розчепирюється. Одна половинка. Сюда. Де волосика. И другая. А тоди трошки то есть. Сразу так. Раз. Дергать. И сюда. Раз. И тут крем. Десь же крем. Мабуть это крем. Да. И кремом смазывать. Это самфетки. Тут же записано, чи не? Это же не по-нашему пишут. Нафиг так делать. Не понимаю ничего. Да. Вот так. И все. А мне у нас показала. Оставила и поехала. У ней тоже. И у Олеси я тоже собі. И у нас такая процедура. Да. Процедура. Как у нас была. Я не знаю, якою стороной почуваю. Я ходила целую неделю в воске. Там воск. Понимаешь? Чего не держится. То я отрываешь. Больно. Ай. Отак. Больно. И все волосики вылазят. Так что кругом. Тут нарисовано, где можно делать. Кажут, что ой, ты подивился до медика. Переобувся сам вел уже. То дивился Снежинску. Она обсирала до медика. И ты обсирал. А я побачив своими глазами. Так нет. В плане того, что сделано непогано. Хороший сад. Вот. Мне понравился сад. Что он показал. То он что показывал, я какую-то херню показывал. Что сядет, что скопает. Не пойми, что. А это он показал нормально. Мне на камере в Вайбере. Мы балакали, наверное, целый час. И он показал веса, такие деревья. И что растет. И двор, и виноградник. И двор показал. Я к Виноградник. Мне понравилось. Я даже не знал, какого цвета машина. Чтобы вы понимали. Вот так я думаю. А я же ездила. Вся самая машина. А я не знал, что било. Мне не казалось, как синяя. Ладно. Российская. И я не то, что перебулся. Просто я бы не брал бы такой дом, что первый этаж неполноценный. Какой-то короткий вход. Я бы такое не брал. Я до сих пор считаю, что это глупость. Но тем не менее, сделал он нормально. Сделал очень хорошо. И даже и дверь там я глянул. Так он показал. Как-то не как по видео. По Вайберу. Как-то оно не погано. Что у нас со второго этажа. Там такой заход. Ну ничего. Сделай там спуск. Сделай лестницу. В комнатах неплохо. Вот то, где обои с рамками, это оказывается их спальня. Я думал, что зала. Конечно, у него вот это трубы по полу валяются. То я не как-то дело не знаю. Ну а так, в принципе, нормально. Хорошо. И двор забетонировал, там показывал. И курей показывал. Курей уже богато. И червячний, и груши уже нет. Да, и червячний, и груша, и яблоки, и персики растут. И нектарин. Да. И вот это... Фундук. Фундук. Да, фундук я никогда не видел. И гранат посадил. А гранат, кажется, не растет. И Штутова есть. И шоколад. Просто ничего переобувать. Я бы себе такой дом не брал, это точно. И он сам мне говорит, что тяжело, я устаю. Я бы продал бы. Он сам жалеешь, что он взял. Я говорю, а ремонт? Он говорит, такая самостоимость, как и дом. Пишем на ремонт. Так сейчас и наконец. Пишем, что за 6 миллионов нельзя отдавать. Так сейчас и наконец. Понимаешь? Сейчас еще надо сделать лестницу. Ему 4 давали. 2,5. Так еще не было ничего. Багато еще надо было. Просто я говорю, что он сам понимает. Он говорит, что очень большой огород. Я говорю, ну, может, ты можешь? Там же тоже можно в России делать, как кадастровое вот это отчуждение земли от своей территории. Дают другой теперь. А может, теплицу заведай, как у Хачика? Мама, там пахать надо в теплице. Ой, красиво там. А в Хачика теплица? Так ты знаешь, сам мальчик, трубочки тоненькие. И вот такой рядом. Капельный полив. Капельный, да. Ой, красиво. И клубника, и этот самый, и перч. Что значит, я переобулся? Ну, то, что он показал, вот сейчас, мне понравилось. Не помню, он побачит. Він не бачил, говорит, что там он делает. Вот где пузо чешет. Вот хай подивится, какое пузо он чешет. Работы много, очень. А показал вот этот загашник. А там, говорит, вот это наши продукты. Тут, как кладовая, какая-то комната огромная. Ящики с водой, ящики с напитками. Ящики с фруктов. Я не знаю, может, подвал занесли. У них подвал побеляный. Четыре ступеньки. Я не бачил подвал, я бачил вот это. Яка-то комната. Может, есть где-то там. Ящики с водой, господи. Ну, это точно. Оце так, они, знаешь, как-то, вроде как магазин дома у них спадут. Чертежу, нас такого не заведено. Мы купили, чтобы... Ну, у них родичей багато, сынок, багато. И он богатёк знает, с богатьма работал. Понимаете? Он говорит, что я буду делать, а я говорю, что у нас так принято, чтобы все шли в гости. Я говорю, так понятно, как вы ящиками грибы жарят. Гульнас. Это не гульнасов, а я гуль. Айгуш. Айгуш. Жарят ящики. Ящик грибов сразу жарят. Понимаешь? Ну, если 50 человек гуляют. Да ну их нахер. Это каждый так и собирать. Что это за бред? Это не каждый раз одно и то. Их багато. То в Манвела, то в Хачака, то в Анзора. Они же кругом. Ходят они, и дети ходят. И их не ходят тоже так же. Ну, как же эти девочки день рождения. Просто каже мама. То есть, они раньше мне казали. Мама каже, кому не попадает день рождения. Ну, неплохо. Интересно, он же сделал деревья, показал. И там вот на дереве, на столбчике, такая широкая лента, какась обвернутая. Это для того, чтобы муравьи не залазали. Чтоб что? Чтоб муравьи не залазали. А муравьи, они ж разносят тлю, чтоб ты знала. Тлю, да. Для чего муравьей нельзя, чтоб они залазили на дерево? Потому что муравьи разносят тлю. И тля сжирает цветы и ягоды. Вот эти листочки. Поэтому на столбуре вяжется. Я бачила, темненько. Такая костюмная полоса. Надо сытником сказать, что это такое. Потому что у них дерево, я вчера Коля дивился. Там такая шикарная яблоня есть. Вот такие яблоки хорошие. Чтоб муравьи сожрали. О, вот. А надо, чтоб после столбу они обмотали. И тогда муравьи не могут подняться. И они тлю не разносят. Тля сама не появится без муравьей. Понимаешь? Муравьи их переносят. А когда считают задолбал их колорадский. Колорад задолбал. Картошки на саде, в этих боже. На картошки, да. Тоже показываю, когда он глянет, соседи, кажется, чисто. У нас трава. И растет, кажется, быстрее, чем все остальное. Ну, а, кажется, у нас так все ли было. Как трава, как? Обычная трава. Березка, херезка. А, да. Ростет. Так у нас так само, что? Посыпаешь, на другой день уже опять растет. Да, бывает, да. Еще быстрее растет, чем картошка. Ну, они сапают. У нас тоже сапает. И старшая девочка. Тяжело. Тяжело. Уси подключены. У нас здоровья нема? Да. Корячится в загашниках. Ну, и у него такое здоровье. А теперь купили, залезли. Куда деваться? Ну, то, что не надо было брать, когда им казали. Если б не было. Когда кричали, казали. Не бери, не бери. Ну, теперь все саме. Уже взяли все. Теперь уже. А теперь он каже, я хочу продать, купить квартиру. Позже, позже. Все, все доделаю. Візьме гроши и все. Поїде. Візьме гроши. Надо, чтобы кто-то дав эти гроши. Ну, конечно. Конечно. Есть, допустим, родители живут в Сувороке. Не хотят, чтобы дети никуда уезжали. Живут тоже. По разуму. Люди работают. Все можно, конечно. Работа есть. Купы ктось. У них не засратый будет, а будет красиво. И виноградик обрезал. И сад насадил. И роза насадил. И цветы. И виноград, по-моему, этот, як там называется виноград? Изабелла? Не, не Изабелла, может. По-другому, он говорит. У них там три сорта. Какой белый. Половремяный. Столовый вот этот хороший виноград. Столовый. Крупный, да. Как он называется? Там наразье. Не красный, а какой свинный там и столовый. Как же? Лидия, Лидия. Лидия, да. Это розовыватый. Розовыватый, Лидия. Классный. А то такой мелкий. Есть разные. Как коловремянки. Так они в ноябре месяце. Висит виноград коловремянки. Бегают, шарик бігает на цепу. Кажут, что шарик на цепу. Да, ну есть. Ну, ребята, у нас всю жизнь в селах у нас у всех. Собаки. Собака сидит. У Маруси, Мандричихи на цепу за забором там сидит. Да. И так по цепочку бігает. У нас по двору бігав. Так это раздолье, как по двору бігает. А люди есть без цепочки. То есть без этой проволоки. Ага. Просто цепь и все, и колышек. А бувает так, что собака бігает на длинном, длинном таком забитом нитке. Да, да, да. Замитый кол тут и там. Да. И он вот так бігает. По двору. Так это хорошо. Это ведика так бігает. Да. А бувает, что просто колышек и цепь. Да. Три метра. И все. И все. И никуда. А ему тоже бігать надо. Ведика хорошо. Казали за домик, домик. Ты же хотел купить. Він тоді купил. Ведик тоді домик хороший. Він говорит, как лето было. Ну, будка, будка для собака. А где он купил? Есть у него тек? Я бачил, якась там херня накрыта доской. Не херня. У него дом хороший он купил. Да? Да. Дома. Там еще доделал. Хорошо купил, да, на рынке. И сделал. Він хотів, каже, я делать. У меня время нема. Мне не надо комнату делать. А еще и собаки будку. Это же я отвлекаюсь. Той самый за медикаменты. Той самый по больницям. Детей, гульназ. Роба день через день туда. Вечером туда поехали. Вы с конца. Все покупаете. Все я дик делал. А сам Верончик сказал. Та шо він там роба? Ходит пузочек. Подивився, стільки роботи пузочек. Чешусь. Уже нема. Ну, сколько роботи? Уже нема. У кого пузо не. Мам, послушай. Ну, ты так кажешь, что роботи? Це все роблять. Ну, я кажу. Ну, смотри. Мам, ну, смотри. Ему обои он клеить. Что ты? Да, це обои он раньше сам клеил. Це як він захворів, взял хорошого хлопца. Обои я сам он сытником клеив. Так и він сам може. Так я же работа всю жизнь настроена. Сам велка. А я знаю, я дик прекрасно клеив. Його шва нема. І це перший парень, такий купався, шва не видно. Такого парня взял. Як він захворів. Ой, це така дикость. Сейчас ці клеють так, що шва не видно. Обои такі продаються. Безшовні. Ну, хай як хоче. Стикуєш та і все. Хай як хоче. Ну, все, сынок. Ну, шо, огород дивіться, це шо, подвиг. Ну, ти по факту говори. До следующего года все буде хорошо. Явачки ще два года вчиться. До следующего года все буде хорошо. Якщо не буде ремонту. А я кажу, де хочеш квартиру? У дворі підмітать листочки. Каже, в Єсинтуках квартиру. Нахера воно надо в Єсинтуках. Це Кавказ. Зачем воно надо там? А чо? Ось її сусіди. Ну, мама, ну це Кавказ. Ну, і шо? Оба сусіди хороші. Ну, це не венталітет наш. Ну, і шо? Та ну, нахер. С одной сторони грузить живось, с другой армянин. І нахер там жить. І люди хороші. Хороші сусіди. Ох. Саме главное, купляй сусідів, а то держав площадь. Да. Я таке тоже чула, синок. Купляй сусідів. Сусіди, да. Можете доверить? У мене сусіди воспитуються быстро. Шо? Я сусідів воспитую, як мені надо. Шо сусідів? Воспитую сусідів, як мені надо. А не купляю сусідів. Таке. Чи воспитаєш? Воспитаєш. Ти мені дал чи ні? Шо? Куєш. Яку вєш? Ти забрала? Забрала. Ааа. На хрена от это? Сначала усі. Ото лучше б вони купили действительно в Уфі квартиру. Та наше там холодно, нічого наростає. Їй совітає. Та шо мама росте? Теплоту. Теплоту. Лі, я не холодно. А де ти хочеш? В квартирі теплота. Вон хай йде в любой місто. А на вулиці? На п'ятий этаж без кондиционера. Так, звісно. Заліси не виходять. І в магазин, і в аптеку, і в больницю. Та нахері треба той холодний край. Ну так шо, що родители? Сама теща каже, сваха. Я кажу сама. У своїх родителів я уїхала. І я не виражаю, що вони уїжджують. Мама, я жил в Уфі, там добре. Там тепло літом. Холодно зимой. Недовго. Там як должно бути? Недовго, що думаєш, один місяць? Херня там. Я була там. Поїхали на озеро. Ну десь, може, часів одиннадцять. До двох часов. Ось случай до полтретого. Все, не зайдеш, холодно. Там брали платне. Ми не там, де всі токулись. Платне, там столик. Ось таке, знаєш, як на Україні. Закрита криша, длінні скам'єйки. Їсти там все. Понимаєш? Заходиш у воду довго не побудеш. Быстро кончається в їх, синок. Не знаю. Розказуєш ти. Що ж ти береш? Урал і юго-восток України і Крим? Ти шо? Ось Ставрополь, так? Каже, як Крим. Крим хаїда. Поки ще може. Як Крим? Мелітополь. Ага, в окупірованні. Ну так іму ж можна заїжджати? Можна, наверно. А до нас як він? Ніяк. А до нас ніяк. Вон хай їде в Васильевку, купляє жилье під Запорожжі. Запорожжі, а як? А як? А через Росію вони їдуть? Через Крим їдуть? Я знаю, що я тільки оттуда їздила. Білгород. Ні. Так його ніхто не пусте. Через Кримський мост їде в Крим. З Крима в Мелітополь. Я тобі кажу, як не знаю. Як я не знаю, наверно, щас нічого купити не можна. Хто щас там що купить. Хай думає. Ще йому два годи вберіг. Завтра в Мелітополь знімуть нахер ту табличку Чечеріна, що вона заклипала. Повісить Мелітополь Україна. Мелітополь це пишуть Росія. Це російський міст чи що? Ну да. Ти представляєш? Та взяти нахер ночі порвати, покидати. Це моє досвіддяне. Що вони там сидять? Там молодці наші партизани їх вбивають. Вбивають їх там. Партизани в Мелітополі. Да? Да. Люди там організовались самі. Отряд. Да. То взривають, то підпалюють, то це. Ну правильно. Так Муся каже, вони взривають усе, самі прячутся, взривають. А там наші люди теж, каже, можуть і на наших попасти. Понимаєш? Цих же рашистів, Маруся казала, рашистів стараються. Ой, Маруся казала. Бедна тетя Маруся теж такою, блядь, в жизні. Випало черти шо. Олеся каже, мені саме жалче її. Я ту жіночку каже, що живе в Дмитрівці. Я так представляю, що тоже боїться. Боїться бедна сидить там, що вона. Боїться сама. Що прийде, хто що. Вона Колі, що помер, не боялася. Там і спала, і постіль його там була. Спала, він у кухні спав, печка така, що топить дровами, оглям. І кровать стояла, і створила. Дядь Коля не побачив цього ужасу. Так, так, дядя Коля не побачив. Він теж політику, любовість, наврема дивиться. А, на 46-го, тетя Вєра? Еді кажуть, що долар по 5 у них. 5? Ну, типа 50 тисяч, ну, як сказати, 50 тисяч? Я не знаю. 50 тисяч 100 доларів стоючи як там. Чи 50 мільйонів? Не, 5 тисяч 100 доларів чи як? Було 8 тисяч, я знаю, 100 доларів. А щас скажи 5, долар упав. Упав, там. А я не знаю, у нас вирос. Че так? А у нас вирос. Як так може бути? А у нас війна? Ну, так хорошо. А у нас війна? Ну і що? Ну, санкцій-то у Росії. Смотри, це виходить, що можна купити у нас доларів, допустим, здати гривні. Вот, допустим, 100 доларів це 3 500 гривень. На 3 500 це 7 тисяч російськими. На 2 умножити, правильно? 7 тисяч. Так, виходить, тут можна продати 100 доларів за... На гривні. Помінять їх на рублі, це буде 7 тисяч. А там купити за 5. І тебе ще 2 тисячі залишається. Так ми ж туда не поїдемо. Не, просто, говорю, по факту. Несіть можна було, так. Це ми не поїдемо. Ти прав. А хтось, мабуть, так клипає гроші. Та може робити, може рискує. Це ми не поїдемо. А ті, хто... А нас і таможні ж нема. Та нема. Ну, просто, я думаю, що якось це може... Я не поїду. Може це хтось вміє діляти в електронному віде. Коля колись казав, чи бачив відео, чи що, що Гунаска, каже, ми в любу, в любу минуту жде маму, щоб мама приїхала. Так кажу я, як же мама приїде. Марина тоді мені казала, її часто спомінаю, Тетяна Васильовна, виписалась з больниці, їжджайте до Едіка, їйте в гості. Та нехай, кажу, до весни легше одіватись, буде менше тряпок брати. А через 8 днів... Я виписалася 13 чи якого. Оце ти виписала, а я таки купив квартиру. Я спеціально купив, щоб тобі було, знаєш, щоб ти хотіла виздоровити. Щоб я не думала, зайчик, що я буду помирати, ти спеціально купив ваш манку. Ось іменно, хрен би я брав би. Я беру, каже, там, ну я поняла, що просто. Ну це для підтримки молодого, понимаєш? Ну, бачиш, скільки виліз вийду. Я ж настаїла, синок, ти сказав, там маня на 10-м етажі, я кажу, ну хорошо. Мама, ви каже про котлован, под вопросом остався. Так не тільки котлован, а три квартири. Ну що делать тоже. Не тільки котлован. Мені главна картина, сафа, і це главное. Ти в туалет не йдеш? У вас твій труд. Ти в туалет не йдеш? Нет, йди. Харшо. Так, добре. Так, я вже був не обходимося. Скажуть, я так сказала. Я б зеву ведомо кажу, не той. Я всегда все спрашиваю. Кажемо. Нічого не то. Браво. Ах, капец, ребята. Нагулялся, блин. Дождь. Пешок гулять, капец. Прямо вообще, видите. И так вот сильно-сильно пошел. Ой, блин. До трусов буду мокрый. Три круга сделал. Ой, сейчас молния клубна. Просто вообще, ребята. О, ну это капец. Все, капец. Ну, что я могу сделать? Попался я. В такую погоду. Чтобы не заболеть. Ой. 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 Попался. Ох. Тупался. Барился. Ух. Кстати, трошки похудел, видите. Ох. Ох. О! чистенькую футболку трусики чистеньких по футболочку берега хопа с пойду переоденусь вот это да и пробежался такой не хотел бегать дождь заставил